Главных врагов свободы в России Медведев назвал поименно последний госсовет на посту президента. Простые ленточки спасут здоровье и жизни ветеранов. По Кубани разлетится больше полумиллиона георгиевских лент. Трагедия в детском саду. В Краснодаре погибла пятилетняя девочка и родители винят воспитателей. Самолеты и птицы никак не поделят воздушное пространство над Краснодаром. Специальный репортаж о будущем аэропорта. С вами Факты на девятом. Добрый вечер. Бедность, экономическая отсталость, коррупция, низкая продолжительность жизни. Вот главные враги свободы в России. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Он сегодня в Москве в последний раз в должности президента выступил на расширенном заседании госсовета. Помимо членов правительства, депутатов, членов Совета Федерации и общественных деятелей, на нем присутствовали главы всех субъектов федерации. Как ожидали, речь президента была итоговой, довольно эмоциональной. Дмитрий Медведев подвел итоги последних четырех лет развития страны и в то же время обозначил немало задач, которые будет решать будущее правительство. Развитие свободы и гражданского общества в России Медведев назвал своим главным политическим кредо. Несколько лет назад я высказал простую и, казалось бы, очевидную для всех мысль. Свобода лучше, чем несвобода. Эти слова потом повторялись самыми разными людьми. И произносились они то с надеждой, то с укором, то как требование, то как напоминание об обещании. Ведь для человека нет ничего более естественного, чем стремление к свободе. Многими эти слова воспринимаются, как моё политическое кредо. То есть, в целом, воспринимаются правильно. И я, как мог, следовал ему. Повторю то, что сказал в мае 2008 года, вступая в должность президента Российской Федерации. Считаю своей важнейшей задачей развитие гражданских и экономических свобод. Больше свободы для каждого в этом была и остаётся моя цель. Успешный выход страны из первой волны кризиса Медведев считает одним из главных достижений на президентском посту. Он отметил, что экономика страны растёт неплохими темпами, уровень инфляции в этом году самый низкий за последние годы. Намного меньше стало семей, которые живут за чертой бедности, но всё же число людей с низким уровнем достатка остаётся большим. И эту проблему правительству предстоит решить в числе первых. Большая работа предстоит в регионах, передачу федеральных полномочий на места продолжат. Это говорит о том, что их долг Василий Ключевский когда-то сказал короткую, но очень, мне кажется, правильную даже в современных условиях фразу. В России центр на периферии. Нынешняя разница в показателях качества жизни между отдельными регионами России, к сожалению, огромна. Если в регионах-лидерах они, эти показатели качества жизни, сопоставимы с показателями наиболее развитых стран, то у аутсайдеров они немногим отличаются от уровня жизни в отсталых странах. Это ненормально. Условия жизни и возможности для развития граждан одной страны не могут, не должны так разниться. Лидеров, естественно, надо поощрять, а остальным помогать к ним подтягиваться. В ближайшее время, по мнению Медведева, необходимо определиться с развитием пенсионной системы. По повышению продолжительности жизни россиян до 75 лет президент назвал главным критерием работы руководства страны. Модернизация экономики, вывод образования и производства на самый современный уровень – это единственный возможный путь развития, отметил Медведев. В стране должны быть созданы все условия для развития бизнеса. Доступной для большинства должна стать ипотека, а российские семьи – получить возможность раз в 15 лет улучшать свои жилищные условия. По словам президента, Россия стала более комфортной и удобной страной для проживания во многом благодаря демократическим преобразованиям. Безусловно, та политическая реформа, которую он начал и которая, безусловно, будет в последующие 6 лет продолжать изменяться политическая система, реформироваться, конечно, в пользу демократических процессов, которые для России, для современной России стали, безусловно, базовыми. У нас огромный пласт работы, не только здесь, в Москве, но и в регионах, в субъектах Российской Федерации. И, безусловно, Краснодарский край, хоть и является лидером по многим аспектам, моментам, тем не менее, мы знаем о своих проблемах, о своих недостатках, о нерешенных вопросах. И нам, для нас, в ближайшие 5 лет, это будет время интересной, платформной работы, которая будет нацелена на результат. Безусловно, комфортная среда, качество жизни населения нашего края для нас и руководителей региона, и страны является приоритетом. А вот высказывание Медведева, которое сегодня цитирует все информационные ленты о том, что слово «демократия» больше не является в России бранным, ее престиж восстановлен, а перспективы в нашей стране гарантированы. Президент напомнил, что в этом году реализуется беспрецедентная по масштабам политическая реформа. Прямые выборы губернаторов, свободная регистрация партий, прямое включение граждан в политические процессы, уверен Медведев, не приведут к возвращению хаоса, а, напротив, сделают государство и прочнее, и эффективнее. И сегодня же губернатор края Александр Ткачев принял участие во встрече премьер-министра Владимира Путина с активом партии «Единая Россия». Глава правительства предложил выдвинуть на должность председателя партии, президента страны Дмитрия Медведева, окончательно определиться с кандидатурой, планируют на внеочередном съезде партии. Он пройдет во второй половине мая. Новый прожиточный минимум установлен на Кубани. Согласно вычислениям специалистов Краевого департамента труда и занятости, он составляет 6 тысяч 4 рубля в месяц на душу населения. По сравнению с концом прошлого года прожиточный минимум увеличился. Для взрослых трудоспособных граждан он теперь составляет 6 тысяч 469 рублей. Ежемесячный минимум для детей 5 тысяч 744 рубля. Ну а самая маленькая сумма прожиточного минимума, как ни странно, определена для пенсионеров. Это 4 тысячи 976 рублей. Прожиточный минимум для жителей Кубани Краевой департамент определил по итогам первого квартала 2012 года. При расчетах учитывались цены на самые необходимые продукты питания, одежду, коммунальные услуги и расходы на содержание детей. В Краснодаре в детском саду погиб ребенок. Трагедия произошла сегодня днем на детской площадке. Свидетелями стали 29 детей и воспитательница с 25-летним опытом работы. Главная версия на данный момент это несчастный случай. Александра Проскурина побывала на месте трагедии. Трагедия произошла около полудня вот на этой игровой площадке. За этим столом сидела воспитательница вместе с детьми. Они рисовали. А буквально в метре от нее, но уже под теневым навесом, сидела пятилетняя Даша. Она играла вот здесь. По версии следствия, в какой-то момент пятилетний ребенок просунул голову между прутьями. Смерть наступила мгновенно. Ноги ребенка соскочили со скамейки, которая была приставлена к решетке. И наступило тем самым удушение, поскольку решетка сварена из металлических прутьев в сложной конфигурации. Воспитательница попыталась самостоятельно оказать первую помощь ребенка. Из-под теневого навеса девочку перенесли в местный медпункт. И только после этого вызвали скорую, полицию и родителей ребенка. Сегодня мою внучку убили. Я так считаю. Осмотрев тело девочки, родственники не поверили в то, что это был несчастный случай. Воспитательница ее, скорее всего, толкнула, потому что у нее с правой стороны. Я посмотрела, голова у нее вся, головка чистенькая, лицо, ушки, ничего не поцарапано, ничего не задето. У нее с правой стороны, вот здесь, видно, что, видимо, она как вот упала на острый конец. Она ее толкнула, сама позвонила. На данный момент следователи уже собрали первичную информацию. Они опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Кроме того, сегодня же они будут общаться и с самой воспитательницей. В детском саду она проработала более 25 лет и как педагог характеризуется только с положительной стороны. Кроме следователей, свою проверку проводят и сотрудники управления образования. Организация техники безопасности, обустройство самих теневых навесов, площадок, знание педагогу, как поступать и что делать. Вот это расследует по поручению главы, наш департамент образования, отдел образования и наши помощники. Итоги проверки комиссия департамента образования обнародует завтра вечером. Уголовное дело по факту гибели ребенка следователи возбудили в отношении воспитателя. По статье «Причинение смерти по неосторожности». Александр Браскурин, Александр Клипа, 9 канал, Краснодар. И возвращаемся к главному политическому событию дня – расширенному заседанию Госсовета в Москве. Выступление президента сегодня внимательно слушали и в Краснодаре. Политологи, экономисты, предприниматели оценили итоги работы главы государства. Чем запомнился Медведев краснодарцам? Расскажет Анна Тур. Полиция, Абхазия, Твиттер. Краснодарцы запомнят Медведева президента решительным, современным и либеральным. Отменил зимнего на летнее время. Это очень замечательно. Во-первых, и для здоровья, для деток хорошо. Он запомнился августовская война 2008 года. И решением в сентябре 2011 года не баллотироваться. Спасибо ему большое за ту программу, которую он сделал в плане жилья. Закон о полиции, судебные реформы, которые он проводил. Также показательны будут его, скажем так, решения по поводу конфликта с Грузией. Госсовет в полном составе последний раз собирался как раз накануне его президентства. И тогда и сейчас чаще всего в речи Медведева звучало слово «свобода». Правда, на этот раз она обросла вполне осязаемыми понятиями. Благосостояние граждан, борьба с бедностью и коррупцией, развитие предпринимательства. Гражданские свободы будет питать растущий средний класс. Именно поэтому предпринимательство, считает Медведев, должно стать национальной идеей. Чтобы добиться экономического прорыва, нашим приоритетом должно стать формирование благоприятного делового климата и конкурентной среды. Да, мы этим занимаемся, но пока успехов немного. В основе должны быть прозрачные, понятные и справедливые правила, приходящие на смену ручным методам государственного администрирования. Современная экономическая политика должна создать все условия для экономической свободы и развития предпринимательской инициативы. И, конечно, новое правительство должно в своей деятельности исходить именно из этого. И любое предложение, любой проект нормативного акта нужно рассматривать именно под этим углом. Да, это, конечно, потребует изменения самого отношения государства и общества в целом к предпринимательству. Признаемся откровенно, оно у нас еще до сих пор сложное. Краснодарский предприниматель Владимир Мартышин запомнит президента Медведева как либерала. Самое главное – это освободить предпринимательство от страха не выжить от повышения налогов. Это страх прихода непонятных проверяющих с непонятными целями. И главное – с непонятными полномочиями, потому что сейчас законы, к сожалению, дают очень мощные полномочия и рычаги. К популярности Медведеву добавили и либеральные поправки в уголовный кодекс. То, что бизнесменов перестали держать в СИЗО до суда, стало реальным шагом навстречу предпринимательству. Параллельно со скандалами в уголовной исполнительной системе Медведев запомнится сменой почти всех начальников этой структуры в регионах. Но меньше работы у адвокатов все равно не стало. Проведена огромная работа по либерализации этого законодательства. То есть уголовный кодекс претерпел значительные изменения. Например, по ряду статей, как по небольшой тяжести, по средней категории тяжести, так и по тяжким преступлениям, отменены нижние пределы назначаемого наказания. И по многим статьям снижены верхние пределы назначаемого наказания. Демократия перестала быть ругательным словом, заявил сегодня Медведев. Но политолог Михаил Савва считает, что хвалебным оно станет еще не скоро. Я думаю, здесь президент поторопился. На самом деле демократия для многих российских чиновников все еще является бранным словом. Медведев считает, что развитие экономики и технологий должно идти неразрывно с совершенствованием российских вузов. Елена Морозова уверена, что недостатка идей у кубанских ученых точно не будет. Но вот технологическое оснащение многих вузов все еще не дотягивает до мировых стандартов. Мне кажется, что мы должны сохранить все наши отечественно высшие школы с ее ориентацией на все-таки универсализм, на гармоничное образование, с ее вниманием к личности педагога и к личности студента. А в чем мы сильно отстаем, это в технологической компоненте, в оборудовании нашего учебного процесса, в учебно-методическом оснащении. Вот совместить лучшие гуманистические традиции отечественно-выше школы и высочайший уровень технологической насыщенности, которого нам пока не хватает, и будет все окей. Речь президента по государственным меркам была непродолжительной, но за час он успел набросать краткий курс развития общества до 2020 года. А напоследок сказал, что будет критерием успешной работы чиновников. И, наверное, впервые за много лет это не загадочные цифры ВВП, а понятные каждому увеличение продолжительности жизни до 75 лет. Анна Тур, Нинель Восконян, Леонид Манчинский и Мария Щербакова. Девятый канал. Пассажиры самолета, который накануне совершил аварийную посадку в Татарстане из-за отказа двигателя, сегодня прибыли в Сочи. В город-курорт их доставил другой борт. Напомню, лайнер Як-40 авиакомпании Акбарс Аэро вылетел из аэропорта Бугульмы. При взлете у него отказал двигатель, и экипаж принял решение совершить аварийную посадку. Сейчас в причинах ЧП разбирается специальная комиссия. Двигатель выходит из строя в случае неисправности или когда в него попадает птица. Кстати, пернатые создают серьезную угрозу лайнерам при взлете и посадке. Ежегодно в России случается до 70 столкновений самолетов с птицами, и в большинстве случаев это заканчивается аварийной посадкой. О том, как в Краснодарском аэропорту воюют с птицами, специальный репортаж «Моя губы». Крым, 10 июля 2006 год. С военного аэродрома «Гвардейская» взлетает Ту-134. На борту Владимир Масорин, главнокомандующий военно-морским флотом России. На взлете в двигатель самолета попадает птица. Блин! Ах... Ту-134 развалился на куски. Люди едва успели выбраться из горящего самолета. Вы здесь видите, вот это рабочие элементы двигателя. Это лопатки первого контура. И вот если птица их очень сильно повредит, возможно повышенная вибрация, и тогда придется выключать двигатель и пилотирование воздушного судна осуществлять на одном двигателе. Юрий Старчак – бывший пилот. Стаж работы 27 лет. Маленькая птица, говорит летчик, в воздухе – настоящая беда для птицы стальной. Однажды, рассказывают, летели из Краснодара в Сочи. И на взлете столкнулись со стаей чаек. Это, по мнению пилотов, самые глупые птицы. Они чаще других становятся жертвами воздушных аварий. После того, как он произвел посадку вынужденную, прекратил взлет, на полосе нашли 6 или 7 убитых чаек. И одна из них попала в двигатель. Ну, командир принял такое решение – прекратить. Он прекратил, он сохранил технику, он сохранил жизнь людям. Вот такие вот стаики, вот они постоянно, ну вот очень хорошо видно, да, они взлетают. Директор всех кубанских аэропортов Сергей Лихарев констатирует, в последние годы пилоты все больше жалуются, что никак не поделят с птицами воздушное пространство над Краснодаром. Птицы, ну, очень редко, в мировой даже практике, авиаперевозок вызывают вот сразу катастрофу. То есть чаще всего это некое повреждение, которое не дает самолету лететь дальше. Но в этом тоже приятного мало, потому что это задержки в аэропорту, потому что это экстренная посадка и так далее, и так далее. Так что Лихарев строг со своими подчиненными. На территории аэропорта должна быть идеальная чистота. Любой кусочек хлеба или мороженого – приманка для птиц. Это не хулиганы подожгли посадку. С огоньком работают штатные орнитологи. В Краснодарском аэропорту два специалиста по распугиванию птиц. В этот раз они сигнальными ракетами подожгли сухостой. Рискованно, зато работает. Арсенал орнитологов большой. Крики птиц издают специальные биоакустические установки. Есть одна мобильная и пять стационарных вдоль взлетно-посадочной полосы. Это крики тревоги, помощи, опасности, то есть сигнал к покиданию территории. Сейчас орнитологи готовятся к нашествию птиц. В мае добавятся слетки. Птенцы, едва вставшие на крыло. Тогда в такую ловушку попадают до 80 пернатых в сутки. Вот через это отверстие птицы и попадают в ловушку. Обратно выбраться уже не могут, не позволяет размах крыльев. У грачей, которые чаще всего и попадаются на приманку, он в среднем где-то 40 сантиметров. Приходится пленникам ждать, пока обратно на волю их выпустят орнитологи. Далее эту птицу мы кольцуем, чтобы узнать суточную миграцию, или вообще просто миграцию этой птицы, и вывозим в рай, где-то за 50 километров от аэропорта и выпускаем. Несмотря на все ухищрения, птиц меньше не становится. Скорее наоборот. Если взять, допустим, 2010 год, у нас где-то в сутки было порядка 100, там 120 особей, то сейчас у нас перевалив за 250. Краснодарский аэропорт практически со всех сторон окружен садами и полями. Между тем, по федеральным авиационным правилам, в 15 километрах от аэропорта не должно быть никаких объектов, которые привлекают пернатых. Если вы видите, они подходят прямо к границе аэропорта. А здесь и сады, и виноградники, и садовые хозяйства. Еще раз хочу подчеркнуть, что это не что-то нарушение грубое. Просто вот так вот сложилось, что аэропорт вырос несколько быстрее, чем предполагалось. И будет расти еще больше. К чемпионату мира по футболу, то есть к 2018 году, в Краснодаре будет построен большой аэровокзальный комплекс, так называемый ХАБ. Если коротко, город станет пунктом пересадки пассажиров перед перелетом на дальние расстояния. Грядут большие изменения, рассказывает вице-губернатор Вадим Лукаянов. Новый аэровокзальный комплекс будет точно связан с городом железнодорожным транспортом. Абсолютно точно будет новая автомобильная развязка, заходы автомобильного транспорта в аэровокзальную зону. Городская застройка будет контролироваться, чтобы Краснодар не подпирал аэропорт. А еще, вероятнее всего, некоторые сельхозугодия вокруг аэропорта, которые сейчас так манят птиц, перестанут быть сельхозугодиями. Целевое назначение земель, которые не будут мешать или создавать угрозу безопасности перевозки пассажиров, я считаю, они будут использоваться по назначению. Там, где будут ограничения, конечно, будут проведены соответствующие действия по изменению целевого назначения. Ну а краснодарские авиаторы надеются, прогресс не стоит на месте. Хотя и к окончанию строительства нового аэровокзала кто-то гениально придумает как раз и навсегда решить проблему так, чтобы ни одна птица, ни пернатая, ни стальная, не пострадала. Моя Губа, Артур Завад, Александр Кощев, Олег Танин, 9 канал, Краснодар. В Краснодаре сегодня начали раздавать георгиевские ленточки. Город присоединился ко всероссийской акции, которая приурочена ко Дню Победы. Жителям краевой столицы раздадут 70 тысяч ленточек. Всего же на Кубани волонтеры вручат жителям и гостям края больше 650 тысяч символов Победы. Сегодня организаторы передали георгиевские ленточки в города и районы. Там уже завтра стартует акция. Ленты принято крепить к одежде или на автомобиль. В знак памяти о героях войны в рамках акции каждый сможет не только получить символ Победы, но и внести свой вклад в помощь ветеранам. Большая часть собранных средств будет направлена на приобретение необходимого оборудования для краевого госпиталя ветеранов. Тем временем ретро-поезд прибыл на станцию «Кавказская». Под мелодией военных лет артисты разыграли для участников боевых действий возвращение военного эшелона с фронта. Поезд сформирован из подвижного состава 40-х годов. Это крытые товарные вагоны, которые называли теплушками, платформы для перевозки военной техники и пассажирские вагоны. Со слезами на глазах ветераны пели песни Победы и танцевали. Поезд «Победа» курсирует в рамках празднования 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во время остановок все желающие смогут зайти внутрь и рассмотреть каждую деталь ретро-поезда. Правда, на Кубани ретро-поезд сделал только одну остановку. Состав уже отправился к станциям других регионов Северокавказской железной дороги. Гостиницу в Новороссийске бульдозеры сравняли с землей. В Южной Озереевке снесен незаконно построенный трехэтажный особняк. Хозяева возвели его прямо на берегу моря. Из документов на руках имелось только свидетельство на аренду земли для ведения личного подсобного хозяйства. Я думаю, что это снесет и закон восторжествует. Ибо, наверное, сегодня многие слышали, что в Москве произошла чрезвычайная ситуация, когда рухнул семиэтажный дом. Он был недостроенный в процессе строительства, но сам факт, что он был построен без разрешительных документов. Решение суда о сносе самостроя было принято еще в 2010-м. Хозяйке судья дал время самостоятельно снести гостиницу. Однако делать это она не спешила. Здание летом приносит немалый доход. Юристам администрации Новороссийска пришлось снова обратиться в суд. И теперь уже приставы описывали имущество и организовывали демонтаж дома. В Новороссийске это уже не первый случай сноса незаконно построенных гостиниц. В прошлом году было разрушено 6 строений. Сейчас в суде находятся еще 10 дел по поводу использования земель не по назначению. Баскетбольный локомотив «Кубань» проиграл в Казани. Только что в столице Татарстана железнодорожники завершили матч против местного «Уникса». Он прошел в рамках очередного тура чемпионата России. Наша команда играла экспериментальным составом, так как обеспечила себе выход в финал четырех. Локомотив не смог навязать борьбу казанцам и уступил со счетом 75-101. Этот результат никак не отразится на положении локомотива в турнирной таблице. Он останется четвертым. Главная цель этого поединка – изучить соперника. Ведь в мае локомотиву предстоит еще раз сыграть с «Униксом». Теперь уже в историческом для нашей команды полуфинале единой лиги ВТБ. Ну, возможно, добавить к этому сможет что-то только наш спортивный обозреватель Павел Лаврентьев. Он уже в студии. Добрый вечер. Здравствуйте, Артем. Да уж, на самом деле, как бы ни закончился этот поединок, в любом случае, хотелось бы отметить факт, а это действительно уже факт, что мы не только так же стабильно и динамично развивающий спорт регион, как Татарстан, а уже в некоторых видах спорта и покруче будем. Подтверждение тому и положение турнира таблиц ПБЛ, и, конечно же, совсем недавняя победа на «Золотой шайбе». Наших ребят над их сверстниками из Казани. То есть во всех видах спорта идти с ним? Будем надеяться, что именно во всех. Пока только в некоторых. А сейчас о других новостях спорта. Шедевр, созданный ногами. Лосинат Рауре стал автором самого красивого гола, прошедшего тура по версии издания «Спортэкспресс». Напомню, на 61-й минуте матча с «Зенитом» и «Вуарец», подобрав мяч на своей половине поля, дошел до чужой штрафной, попутно обыграв нескольких защитников соперника и неотразимо пробил мимо голкипера. Эксперты высоко оценили и второй гол кубанского легионера, забитый на 73-й. В рейтинге авторов самых красивых голов сезона, по версии одного из самых авторитетных спортивных СМИ страны, Трауре идет на пятой позиции. Впрочем, у нападающего в запасе еще четыре игры, чтобы улучшить положение. Кубанский борец греко-римского стиля, бронзовый призер Олимпиады Юрий Патрикеев завоевал олимпийскую путевку. Квалификационный турнир проходил в Софии. Основным соперником Патрикеева считался бывший партнер по сборной России, и олимпийский чемпион Хасан Бароев. Жеребий свел спортсменов уже во втором круге, и Юрий вышел победителем. После этого наш спортсмен уверенно пробился и в финал, где одолел украинского борца. Тем самым Патрикеев обеспечил себе участие на Олимпийских играх в Лондоне. Правда, выступать там он будет не за нашу сборную. Напомним, несмотря на то, что живет и тренируется Юрий в Краснодаре уже несколько лет, он является подданным Армении. В разгаре борьба за путевки в Лондон среди представителей академической гребли кубанские спортсмены Игорь Салов, Никита Моргачев и Юлия Левина после триумфа на прошлогоднем чемпионате Европы в очередной раз подтвердили свой высокий класс и притязание на олимпийские лицензии. На Кубке России, проходившем в Ростове-на-Дону, они были вне конкуренции и везут в Краснодар золотые медали. Приятным сюрпризом стало выступление Даниила Андриенко, завоевавшего сразу три награды, две из которых высшие пробы. Всего в активе кубанских гребцов семь медалей. Окончательный отбор на Олимпиаду будет проходить на этапах Кубка мира в мае и июне месяцах. У нас сейчас прогноз погоды, правда, без Дмитрия Крамаря. Оставайтесь на девятом. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Партнер прогноза погоды Кровельный центр проводит акцию «Купи кровлю, лови удачу, машина в придачу». «Купи кровлю, лови удачу, машина в придачу, машина в придачу». «Купи кровлю, машина в придачу, машина в придачу, машина в придачу». «Купи кровлю, машина в придачу, машина в придачу, машина в придачу».